Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сопоставили и наказали. Выявлять теневых бизнесменов в Сочи помогает новая информационная система. Всего два этажа, но и те с нарушениями на Восточной начали сносить очередную самоволку. Сэкономить в поездках можно будет с 1 января. Туалеты на железнодорожных вокзалах в России станут бесплатными. До саммита России-Африка остаются две недели. В Адлерском районе сейчас идет подготовка к этому масштабному международному событию. Под особым контролем вопросы безопасности и благоустройства. Ежедневно около главного медиа-центра работают несколько десятков человек – сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций. Идет уборка и благоустройство территории. Рабочие косят траву и обрезают сухие ветви деревьев. В поселке Мирный сотрудники водостока расчищают 8-километровый Нагорный канал. Сам район находится ниже уровня моря, его часто топит и именно этот канал отводит поверхностные и дренажные воды. Специалисты также очистят 40 километров ливневой сети и около полутысячи колодцев. Всего приведут в порядок и обновят около 10 тысяч квадратных метров территории. К примеру, напротив медиа-центра техника расчищает заросший пустырь. Трактор уберет валуны, разровняет территорию. Потом сюда завезут грунт и высадят газон. Получится новое место отдыха для горожан и туристов. А на улице поселок Мирный появится новый пешеходный мост. К работам приступили мы неделю назад. Срок окончания производства всех работ 15 октября. 15 октября все работы по благоустройству и санитарному содержанию будут закончены. Запрет на проезд в районе поселка Мирный будет действовать с 20 по 27 октября. В Адлерском районе для частного транспорта закроют улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Добавлю, в зону безопасности попадают около 40 домов поселка Мирный. Жители оформили аккредитации и пропуск на автомобили, чтобы не испытывать проблем с передвижением. Также с 21 по 27 октября днем по городу запретят ездить большегрузом. Ну и добавлю, в конце октября работа общественного транспорта, рейсовых автобусов и электропоездов «Ласточка» будет усилена. Больше ста территорий благоустроят до конца года на Кубани. На сегодняшний день план выполнен на 70%. Реализацию профильного национального проекта обсуждали на краевой планерке. Ее провел губернатор. Вениамин Кондратьев отметил, что при озеленении территории нужно использовать местный посадочный материал и поручил создать краевой реестр питомников декоративных культур. Почти 2 миллиарда рублей на то, чтобы сделать жизнь вокруг комфортнее, именно столько средств было выделено в этом году в рамках профильного национального проекта. 105 территорий в 72 населенных пунктах должны обрести новый облик. Скверы парки «Зеленые зоны» появляются, реконструируются в целом по всему региону. Как в районах реализуется национальный проект в части формирования комфортной городской среды, обсуждали сегодня на общей краевой планерке. В 18 муниципалитетах уже полностью благоустроены 27 объектов. В числе тех, кто первыми завершили работы – Успенский, Брюховецкий и Мостовский районы. Однако есть и отстающие, например, Геленджик. Из-за нерадивого подрядчика сроки по строительству Андрейского парка пришлось сместить. «Легко вы докладываете, подрядчик виноват. А вы какие меры предприняли подрядчику? Даже после того, когда проект они сделают. У них были сроки?» «Были». «Санкции были?» «Штрафные санкции муниципального образования им выставило». «С иском в суд вышли?» «Если вы не будете наказывать таких подрядчиков, они будут плодиться еще больше и больше». «Все штрафные санкции». «Я спрашиваю, с иском в суд вышли? Кто это должен? Муниципалитет был выйти?» «Да, муниципалитет». «Вы вышли с иском в суд?» «Еще нет, именно». «А почему вы не вышли с иском в суд?» «Это говорит, коллеги, у меня она будет на мысль, что подрядчики-то все непростые и суд подрядчики непростые». «Я вообще не принимаю никогда объяснения, если, допустим, и не приму коллеги от вас, если вдруг вам туда сроки срывает, и у него никакой ответственности нет. Ни финансовые, ни материальные, никакой. Что это такое?» «Не готов. Я подумал, ситуацию разберусь, отдельно доложу». «Если уже зашел подрядчик, и вы в нем уверены, тогда должен был быть результат. А когда результат не дали, и мер никаких вы не предприняли к тем, чтобы наказать этого подрядчика, вот это непонятно. Вот это непонятно. Это наводит, так и говорю, коллеги, на странные мысли». Вопрос реализации национального проекта «Жилье и городская среда» – один из самых ощутимых жителями края, видимый с точки зрения деятельности власти. Губернатор обращается к главу муниципалитетов. Эту работу нужно контролировать лично, чтобы не сбавлять набранные темпы. Финансирование на благоустройство городов и районов Кубани предусмотрено на три года. Сумма беспрецедентная – более 5 миллиардов рублей. «Министерством уже проводится отбор на 2020 год в части формирования данной программы. В этом году будем заключать соглашение со всеми муниципальными образованиями, что позволит нам в феврале месяце уже законтрактоваться и с благоприятными погодными условиями приступить к началу выполнения работ на 2020 год». Нередко при озеленении парков и скверов используют посадочные материалы из других стран. Однако муниципалитеты получают своеобразного кота в мешке. Например, голландская роза не всегда приживается на кубанской земле. Мениамин Кондратьев поручил создать краевой реестр питомников декоративных культур. Тем более, что таких в регионе несколько. «Принципиально важно, чтобы питомники, которые поставляют для благоустройства территорий посадочный материал были наши. Краевые питомники, еще раз подчеркиваю, чтобы мы потом не искали поставщика, который находится за тремя морями. Полный приоритет, стопроцентный приоритет нашим местным питомникам. Я уверен, в каждом муниципалитете есть свои питомники, есть свои ландшафтные дизайнеры, просто те, кто занимается озеленением и фирмы, и малый, и средний бизнес. Так вот, и их привлекаете. Василий Александрович, обеспечите максимальное участие малого, среднего бизнеса, края, благоустройство территорий. Сегодня целые бригады в межсезонье, особенно, будут нуждаться в подрядах. Дайте им возможность и в межсезонье заниматься благоустройством». Материалов местных производителей для благоустройства действительно более чем достаточно. То, насколько разнообразно сегодня саженцы деревьев и кустарников, можно было увидеть на недавней кубанской ярмарке. «Порядка 5000 фермерских и личных пособных хозяйств на территории края производят 10 миллионов саженцев штук ежегодно. Конечно, такие крупные питомники, которые у нас сегодня есть в Крыловском районе, есть в Ленинградском, Северском, Калининском районе, они говорят о том, что сегодня производят один только питомник, производят порядка 150-200 тысяч саженцев». Результаты реализации национального проекта уже видны. Новые парки и скверы появились и в крупных городах, и в маленьких хуторах края. Тема благоустройства теперь не так часто звучит на личных приемах у губернатора. Именно работе с обращениями граждан был посвящен второй вопрос краевого планерного совещания. С начала этого года в администрацию региона поступило более 76 тысяч заявлений. «У нас эта работа, она ведется, но насколько она качественно ведется, насколько количество обращений равно количеству ответов, которые способствуют разрешению той ситуации, той проблемы, с которой гражданин, жители края обращаются к нам, к власти всех уровней. Ответы все есть, но как у Высоцкого в песне. «Ты писала жалобу, но я же ее и читал». Такое ощущение, что те, на кого пишут, они же эту жалобу читают, а потом еще и отвечают. То, что они считают нужным. Никто даже не думает выехать на место. К тому, кто написал заявление, обращение, жалобу, никто даже, на это вообще время нет, даже никто не рассматривает предметом своей работы. Но вот такая работа никакому качественному результату не приведет. Власть должна быть в постоянном диалоге с населением, уверен губернатор. Ведь именно так получится решить многие проблемы на местах. Вениамин Кондратьев отметил качественную работу с обращениями жителей в Армавире, Тихорецком, Тбилисском и Лобинском районах. Однако в некоторых муниципалитетах выявлено порядка 350 нарушений. Главы муниципальных образований, коллеги руководителей министерств, ведомств, личные приемы проводите. Это дает ощущение жизни. Вы будете чувствовать людей, вы будете чувствовать проблемы, вы будете чувствовать температуру в обществе с точки зрения вашей компетенции. Не бегите вы от проблем людских, не бегите. И от людей не бегите, не бегите. Идите к людям наоборот. Диалог должен быть с жителями. А как следствие диалога должен быть результат. Вот что сегодня ждут от нас люди. А самое страшное, еще раз подчеркиваю, для любого человека это безразличие власти. Сделайте так, чтобы график был у каждого министра, другого департамента управления, у каждого приема жителей, в рамках своей компетенции, у каждого. И чувствовать, еще раз подчеркиваю, чувствовать пульс жизни. Через рукопожатие с любым, кто придет навстречу. Слышать людей – это главная задача власти, напоминает губернатор. Ведь потому, как чиновники общаются, реагируют на просьбы граждан, жители края оценивают работу в целом управленческой команды региона. Уровень заработной платы на Кубани в этом году вырос почти на 7%. Об этом рассказала заместитель губернатора края Анна Менькова на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В сфере образования средняя оплата труда достигает 33 тысяч рублей. В медицине больше – 36 тысяч. Эту положительную тенденцию необходимо сохранить, подчеркнула вице-губернатор. Я напоминаю вам, что это указ президента, который мы должны неукоснительно соблюдать. В целом, средняя заработная оплата по экономике в нашем регионе растет. Сейчас она составляет 35 тысяч 112 рублей. У нас сегодня очень активно идет формирование бюджета. И вы знаете, что традиционно 70% бюджета составляет социальная сфера. В следующем году на решение этих задач планируется направить 187 миллиардов рублей при общем объеме краевого бюджета – 274 миллиарда. Третьих этих средств, понятно, пойдут на зарплаты бюджетникам. Вице-губернатор также отметила, что необходимо следить за выполнением регионального соглашения о минимальной зарплате вне бюджетников. Она не должна быть ниже 12 тысяч 30 рублей, без учета стимулирующих и социальных выплат. Но даже эту сумму некоторые кубанцы не могут забрать вовремя. Сегодня за свой труд не получили расчет 3900 человек. Поэтому отдельное внимание уделили работе по выявлению предприятий, имеющих задолженность перед сотрудниками. За 9 месяцев этого года было проведено почти 500 проверок. Обнаружено 1200 различных нарушений. Анна Менькова потребовала от глав районов лично контролировать решение этого вопроса. Вице-губернатор также подчеркнула о необходимости сохранения и создания новых рабочих мест в регионе и привлечения молодых специалистов. В частности, речь шла о сельских педагогах. С 1 января 2020 года на Кубани заработает программа «Земский учитель». Она будет действовать по аналогии с «Земским доктором». Подобные меры поддержки позволят сократить уровень безработицы, который сейчас составляет 4,8%. Социальная защищенность населения – это и борьба с неформальной занятостью. В Сочи активная работа началась пару лет назад. За это время удалось существенно снизить количество работников, получающих деньги в конверте. Тем не менее, нарушителей закона среди предпринимателей еще немало. Сегодня этот вопрос обсудили на совещании под председательством заместителя главы Сочи Сергея Белоусова. Говорили о новой информационной системе. Федеральная информационная адресная система позволяет органам государственной и муниципальной власти следить за работой предприятий и выявлять недобросовестных налогоплательщиков. Например, предприниматели, которые указывают в документах минимальное количество сотрудников, платят им минимальную зарплату и таким образом скрывают истинные доходы. Сбором и обработкой достоверной информации специалисты начали заниматься в прошлом году и за это время удалось внести в реестр около 30 тысяч адресов. Проблема теневой заработной платы стоит очень остро на сегодняшний день. В целом в Российской Федерации и в том числе в Краснодарском крае. Конечно, нам тяжелее в Краснодарском крае из-за специфики региона, особенно в том числе и побережью муниципального образования города Сочи, потому что у вас достаточно много мелкого бизнеса, который достаточно тяжело администрировать. Одна из особенностей Сочи – улицы с одинаковым названием в разных районах города. Из-за этого специалистам приходится перепроверять данные. Борьба с теневыми предпринимателями – это борьба за городской бюджет. Из-за несвоевременного поступления налогов сложно оперативно решать городские задачи. На исправление этой ситуации и нацелен краевой проект «Белая зарплата». Его реализация позволит достичь наибольших результатов в легализации трудовых отношений, что является социальной защищенностью работника. Здесь я уже смотрел практику, есть рабочие международные группы по этой тематике. Но я думаю, мы актуализируем, может быть, привлечем еще дополнительные какие-то ресурсы. И все, что от нас зависит, постараемся вам помогать и оказывать содействие вместе. Только вместе можно достичь каких-то совместных хороших результатов. В Сочи создано 9 мониторинговых групп, которые следят за курортной, туристической, строительной и транспортной отраслями, а также за исполнением трудового законодательства в городском хозяйстве, потребительском рынке и рынке услуг. Активная работа по борьбе с серыми зарплатами на курорте уже позволила официально трудоустроить почти 8 тысяч человек. Помимо контрольных групп, активно включиться в проект «Белая зарплата» призывают и сочинцев. В городе работает горячая линия, куда можно обратиться за консультацией и помощью. Номера телефонов вы видите на экране. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи 10-11 октября пройдет Всероссийская конференция «Такси-2019». Первая конференция состоялась в ноябре 2017 года. В ней приняло участие 385 делегатов – топ-менеджеров служб заказов «Такси», представителей органов исполнительной власти, собственников таксопарков, руководителей профильных общественных организаций. Уже в 2018 году интерес к мероприятию возрос, и количество участников увеличилось до 628 человек. По мнению организаторов, предстоящая конференция привлечет еще больше экспертов и участников отрасли, как регионального, федерального, так и международного уровней. Они смогут обсудить проблемы рынка, узнать об эффективных стратегиях развития бизнеса и найти новых деловых партнеров. Кроме того, на конференции будет работать выставочная экспозиция, благодаря которой участники узнают о новых технологиях для бизнеса «Такси» и непосредственно пообщаются с представителями компаний. На улице Восточная сегодня начали сносить очередной незаконный объект – недостроенный многоквартирный дом. Застройщик получил разрешение на строительство частного дома. Построил два этажа, готовился к строительству третьего, но строил с нарушениями. Во-первых, дом не похож на частные здания, поделено на отдельные квартиры. Второе, застройщик нарушил установленный законом отступ от дома до границ земельного участка. Суд признал объект самовольным. В этом доме был исполнительный лист о сносе данного объекта. Исполнительный лист поступил к нам в конце 2018 года. За этот период должник неоднократно был привлечен к административной ответственности, а также подвергался иным мерам воздействия. На сегодняшний день видим результат. Сам приступил за счет собственных средств к сносу. Застройщик добровольно приступил к демонтажу данного здания с целью сохранения за собой земельного участка, который находится у него в собственности. Если бы он это не сделал, администрация имела право бы изъять данный земельный участок с последующей продажей из публичных торгов. За последние две недели это уже третий самовольно возведенный дом из тех, которые застройщики сносят собственными силами, чтобы сохранить землю. И 14-й с начала года. Всего же в списке под снос еще более сотни объектов. Это и небольшие постройки, гаражи, магазины и многоквартирные дома. Туалеты на железнодорожных вокзалах в России станут бесплатными с 1 января. Об этом сообщает Интерфак со ссылкой на распоряжение дирекции железнодорожных вокзалов. С 1 января 2020 года обеспечить возможность бесплатного пользования услугами санитарных комнат всем посетителям железнодорожных вокзалов, находящихся на балансе региональных дирекций, за исключением санитарных комнат, переданных в аренду или по иным договорам гражданско-правового характера. Говорится в документе. Всего в крупных городах России 344 железнодорожных вокзала дальнего следования. Сейчас бесплатно могут воспользоваться туалетом только льготники и пассажиры поездов при предъявлении билета. При этом пассажирам необходимо показать билет на поезд, который либо пришел на эту станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов. Парк Южной культуры передан под управление Кавказскому заповеднику. На этот счет издано распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии. Сохранять донорологическую коллекцию, улучшать инфраструктуру парка, сделать его одним из самых посещаемых мест в Сочи – теперь это задача Кавказского заповедника. Южная культура – один из старейших парков на Черноморском побережье, имеет богатую историю. Парк был основан генералом Даниилом Драчевским на землях своего имения «Случайное» в 1910 году. После революции созданный совхоз и парк получили название «Южные культуры». Сегодня площадь парка составляет почти 20 гектаров. По планировочному типу он относится к числу пейзажных, но главное его богатство – редкие растения. Здесь собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира. Это уже второй объект, который берет под свое крыло заповедник. В апреле распоряжение Минприроды от Сочинского национального парка Кавказскому заповеднику был передан заказник Приазовский в Славянском районе. Сочинцы завтра напишут всероссийский экономический диктант. В этом году его тема – сильная экономика, процветающая Россия. Цель всероссийского диктанта – определить уровень экономической грамотности населения в целом и отдельных возрастных и профессиональных групп. Диктант проводится в единый день во всех субъектах Российской Федерации, а также на зарегистрированных площадках в других странах. Общая сумма баллов за диктант – 100, рабочий язык – русский, время выполнения заданий – 1 час. Каждому участнику присваивается индивидуальный номер, по нему можно проверить свой результат на сайте dictant.org. В Сочи для проведения диктанта будут открыты 10 площадок. Это школы номер 3, 7, 22, 77, 80, 82, 95, а также филиал РУДН, Сочинский госуниверситет и экономико-технологический колледж на улице Чайковского. Жители Краснодарского края пригласили к участию во Всероссийской премии «Ключевое слово». Оно нацелено на сохранение языкового многообразия России. Организатором выступило Федеральное агентство по делам национальности. Сочинцы смогут принять участие в общероссийском конкурсе лучших реализованных проектов по линии сохранения языкового многообразия. Заявки принимаются до 15 октября. Премия предусматривает 7 номинаций. Проекты участников будут оцениваться в категориях «Лучшая социальная инициатива», «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Проекты за сохранение малых языков» и «За особые заслуги». В рамках премии присудят и специальную награду в номинации «Социально ответственный бизнес». Премия проводится с 2017 года. В экспертный совет входят известные в России и мире общественные деятели и ученые. Имена победителей станут известны 25 октября в Москве. Хост основа в числе сильнейших. Таковы итоги муниципального этапа краевых соревнований «Спорт против наркотиков». Ежегодное физкультурное мероприятие прошло сегодня на спортивной базе парка «Ривьера». Подробности у Татьяны Говорковой. Здоровый образ жизни давно и прочно вошел в жизнь этих школьников. Каждый из этих ребят посещает секции по разным видам спорта. Многие добились хороших результатов на городских и краевых турнирах. Валерия Петрова 7 лет занимается легкой атлетикой и часто занимает первые места. На последних краевых соревнованиях тоже вошла в число победителей. Были в Краснодаре. Там было 600 метров, 400, 60. Длина очень сильно развита, многообразная. Я умею себя в разряде первой взрослой. Мне скоро будут выполнять кандидат мастера спорта. Сегодня она в составе команды 18-й школы и представляет Хостинский район в младшей возрастной группе. Кстати, именно школьники из Хосты в прошлом году стали победителями краевых соревнований «Спорт против наркотиков». В этом году состав двух команд – младшей и взрослой – новый, но цель та же – победить. Но сначала городской этап из-за права выхода в Зональный борются и другие три района Сочи. В каждой команде по 10 человек и две возрастные группы. Задача для всех – получить наибольшее количество баллов в трех дисциплинах – прыжки через скакалку, комбинированная эстафета и дартс. В этом году у нас значительно больше команд по сравнению, чем с прошлым годом. Так как уже эти соревнования проводятся несколько лет, ребята видят, что победители наших соревнований отправляются на краевые соревнования «Спорт против наркотиков». За победу в наших городских соревнованиях мы награждаем ребят кубками, медалями соответствующих степеней. Самое главное, что ребята, если попадают на такие соревнования, они понимают, что спорт – это самое важное в жизни, здоровье – это самое важное в жизни. И поэтому они меньше времени проводят на улицах, в дурных компаниях. И, соответственно, они приходят в наши секции на наши занятия, на тренировочные занятия. Общее количество спортивных дисциплин, которые развиваются в Сочи, превысило 8 десятков. С каждым годом количество секций увеличивается, так как растет спрос. И спортом на сегодняшний день занимаются около 50 тысяч детей. Мы очень сильны, конечно, в самбо, мы очень сильны в дзюдо. Футбол у нас просто великолепно продвигается, потому что благодаря и чемпионату мира, благодаря тому, что футбольный клуб Сочи появился, у нас футбол стал просто мегапопулярным. И он уже на первом месте по количеству занимающихся. Мы всегда были сильными в велоспорте, мы всегда были сильными в плавании. У нас сильные тренеры, но не хватает, например, бассейнов. Мы тоже эту проблему понимаем и тоже рассчитываем, что в ближайшем будущем мы разовьем инфраструктуру. И тогда и в этих видах спорта мы окажемся впереди, так скажем, планеты всей. Ну а пока лучшей по итогам городского этапа краевых соревнований в двух возрастных группах стала команда 11-й школы из Мацесты. А это значит, что школьники Хостинского района вновь будут отстаивать честь Сочи на зональном этапе соревнований «Спорт против наркотиков». Турнир пройдет 18 октября в горячем ключе. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну еще одна новость. В ночь на 9 октября сочинцы могут наблюдать метеорный поток дракониды. В это время ожидается максимум активности. Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, где находится радиант – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Дракониды состоят из мелких частичек, отколовшихся от кометы Джакобини-Циннера. Попадая в атмосферу Земли, они вспыхивают и сгорают. Наблюдать поток можно в северо-западной части неба в случае ясной погоды. Предпочтительно выбирать места с минимальной городской подсветкой лучше за городом. Созвездие Дракона можно найти, ориентируясь на одну из самых ярких звезд – Вегу в созвездии Лиры. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну и в социальных сетях – в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.